Здравствуйте, я Больнов Григорий Вячеславович, я член Рабочей партии России, представитель Фонда Рабочая Академия. И вот у нас здесь Галко Виктор Иванович, кандидат экономических наук, соответственно я обратился к нему с просьбой помочь разобраться, потому что администрация выдвинула требования к профсоюзу обосновать вот эти вот цифры нормальной зарплаты с точки зрения профсоюза, но с точки зрения профсоюза там я считаю это заниженные цифры, и в принципе наш фонд Рабочая Академия считает, что это заниженные цифры, потому что непосредственно фонд Рабочая Академия разработал методику расчета стоимости рабочей силы, какая она должна быть, это применимо для каждого региона, и вот к истории возникновения этого расчета я хотел как раз обратиться к специалисту, которым этим занимается на протяжении многих лет, Виктор Иванович, вам слово. Здравствуйте, дорогие товарищи. Давайте исходить из строгих экономических, научных понятий. Есть понятие заработная плата, есть понятие стоимость рабочей силы. Ну, может быть даже начнем мы с того, как говорится, плясать от печки. Вот как устроена капиталистическая общество, капиталистическая производство. Есть капиталист, который покупает на рынке, с одной стороны, средства производства, то есть танки, оборудование, с другой стороны, нанимает рабочую силу. На принадлежащие капиталисту заводах рабочая сила вводится. Вот трудисты создают товары, в которых заложена новость стоимости. И заработная плата рабочих, и прибавочная стоимость, которую по всем экономическим законам капитализма капиталист присваивает. Ну, вот оттрудился рабочий. Ударно, хорошо, на капиталиста. И что, на этом заканчивается процесс производства? Нет. Он же должен прийти на завод завтра, трудиться, и послезавтра, и через неделю, и через месяц. И ведь, чтобы прийти, скажем, завтра, и так же работать нормально, он же должен восстановить свою рабочую силу. Так? Восстановить. Это если по-простому. А что значит восстановить? Он должен прийти домой, покушать, помыться, отдохнуть, поиграть с детьми, сходить погулять и много чего еще сделать. И вот стоимость тех средств существования, которые необходимы для нормального воспроизводства рабочим, ну, и членам его семьи, и составляет стоимость рабочей силы. Вот здесь несколько таких ключевых моментов. Во-первых, речь идет о нормальном существовании. Причем мы не говорим, что это должно быть, как при социализме, обеспечение полного благосостояния и всестороннего развития всех членов общества. Речь идет о нормальном существовании в рамках буржуазного строя, которое есть у нас. А чем определяется это нормальное существование? Причем определяется нормами, скажем, общежития, которые есть у нас, и государственными нормативными актами. Ну, например, наверное, сейчас нормально, чтобы рабочий пришел в свою квартиру. В свою квартиру. И является ненормальным, если это будет барак, или палатка, или, не знаю, землянка, или еще что-то. Ну, даже начнем-то. Вот он закончил трудовой день. Скинул спецовку. Он же должен одеть какую-то одежду. Пробувь одеть. Это же стоят какие-то деньги. Значит, стоимость одежды должна войти в стоимость нормального существования рабочего. Он должен приехать домой. Пускай на общественном транспорте. Он же нам должен заплатить за билет. Утром на работу, вечером с работы домой. Вот он пришел домой. Спруга должна его накормить. Нормальное существование о чем идет? Это что, должно быть, картошка каждый день, да? Картошка и вода? Или капуста и вода? Нет. Есть медицинские нормы, которые существуют у нас, в нашем буржуазном обществе, говорящие о том, что человек должен нормально питаться. И как? То есть, какой набор должен быть с точки зрения медицины нормальных? Белков, углеводов, витаминов, микроэлементов и прочего, прочего, прочего. Вот это с одной стороны. Первый момент. Второй момент. Мы говорим не только о рабочем, а о семьях. С точки зрения развития даже буржуазного общества. Должны быть рабочие приходить на смену тем, кто уходит на пенсию и так далее. И, во-вторых, если страна должна развиваться, сколько должны быть семьи людей? Детей. Три. Три человека. То есть, поэтому для расчета стоимости рабочей силы, надо брать семью из тех человека, муж, жена и трое детей. Вот второй момент. Итак, повторяю. Значит, стоимость средств существования для нормального, повторяю, существования рабочего и членов ее семьи составляет стоимость рабочей силы. Ну, впервые стоимость рабочей силы была рассчитана здесь, в Ленинграде, в морском порту Санкт-Петербурга, сделали докеры, состоящие в профсоюзе докеров морского порта Санкт-Петербурга при научном и методическом руководстве доктора философских наук профессора Попова Михаила Васильевича. Это было, по-моему, в начале 2000-х годов, и сумма была, по тем временам, весьма значительная. Такая значительность, что руководство предприятий, когда увидело эту цифру, просто ахнуло. Почему? Вот здесь второй момент. А что такое заработная плата? То, что получают рабочие работники, это заработная плата. С точки зрения, строго научное понимание заработной платы, это денежное выражение стоимости товара, рабочей силы. И чем она отличается? А то, что заработная плата, она как бы, она всегда не обязательно должна быть равна стоимости рабочей силы. Она отклоняется от стоимости рабочей силы. И, как показывает практика, всегда в меньшую сторону. Поэтому сегодня в России у нас заработная плата в 4, в 5, а то и в 6 раз больше, даже больше, мне сказать, по некоторым специальностям. Ну, меньше, извиняюсь, да. Стоимости рабочей силы. Вот по тем временам, до начала 2000-х годов, стоимость рабочей силы по расчету была более 100 тысяч рублей, при зарплате гораздо меньше. Руководство предприятия, такие круглые глаза, как это, так это, непонятно, страшно, непонятно. Но они тоже подготовились. Тогда были, профсоюз докеров проводил коллективные действия. Были переговоры. И руководство предприятия пригласило тоже доктора экономических наук, буржуазного, который попытался, в ходе этих переговоров, какие-то пункты стоимости, расчета стоимости рабочей силы протестовать. Ну, получилось-то слабенько. Ну, давайте считать. Что основной момент, элемент расчета стоимости рабочей силы? Ну, вот здесь, для Ишимбаева, мы, чтобы понимали, о чем... Ну, это самое первое, это самое первое, если... Нет, мы к чему пришли вот здесь, вот расчет стоимости? Вот расчет стоимости рабочей силы. Если 227,6 тысяч рублей в месяц. Это без. Чистым. С учетом... Товарищ, то есть разговор сейчас идет, что в Ишимбае, непосредственно в Ишимбайском районе стоимость рабочей силы 227 тысяч рублей. Повторяю, обращаю ваше внимание, это стоимость нормального существования в условиях нашего буржуазного общества, рабочему и членам его семьи. С теми нормами, которые приняты буржуазному обществу. Мы сейчас остановимся на наиболее таких, ясно, наиболее показателях. Ну, вот с учетом того, что это заработная плата на руки, значит, начислять налоги, с учетом налога на доходы физически 13 процентов. То есть стоимость рабочей силы составляет 257 тысяч рублей. Ну, если два работающих человека семьи, скажем, с округа, если три ребенка, ребенка, то, будем считать, там, 9 лет она находится в отпуске в декрету, в декрету, то тогда на двоих получается 156,8 тысяч рублей. Это, вот, скажем, заработная плата, которая бы соответствовала стоимости рабочей силы, то есть нормального существования, нормального производства работника и его семьи. Давайте считать. Значит, наши товарищи посчитали, товарищи Мегранов и Качанова, это тоже специалисты, сотрудники фонда Рабочая Академия. Этот расчет любой товарищ может посмотреть на сайте фонда Рабочая Академия. Ну, прикрепим к ролику. Можно к ролику прикрепить. Ну, давайте считать. Основная доля, или показывает практика уже многолетняя, основная, скажем, удельный вес затрат, стоимость рабочей силы, это стоимость квартиры. Ну, первый вопрос. Где должна жить семья рабочая, сам рабочий? В бараке? Палатки должны стоять? Землянки жить? Или все-таки даже по требованиям буржуазного общества должна быть благоустроенная квартира. Есть нормы, которые говорят, что должно быть 18 метров на членах семьи. Если семьи пять человек, какая должна быть квартира? 90 квадратных метров. Вот благоустроенная квартира. Каким образом может приобрести рабочая, скандаляющаяся, современная буржуазная Россия эту квартиру? Ведь в тех времен, когда при социализме квартиры бесплатно давали, сейчас практически нет уже. Значит, у нас варианты получается накопить деньги, это реально? Нет, нет. Тогда что? Кредит. Брать кредит. Брать ипотечный кредит банки. И дальше идут расчеты. Берется стоимость квадратного метра жилья в Ишимбале, умножается на 90 квадратных метров. Затем вы заходите на сайт любого банка и смотрите условия ипотечного кредита. Потому что нужно возвращать вот эту сумму, это же миллион рублей, плюс процент. Ну, для расчета брали 25 лет, тот срок, когда муж трудится. Ну, срок одного поколения. Срок одного поколения. И дальше вступает в силу уже не экономический закон, а арифметика. То есть, берете стоимость квартиры, сколько-то миллионов рублей. Приплюсуете проценты. Делите, предположим, на 25 лет банка. Делите на 25 лет и еще на 12 месяцев. Выходите на сумму затрат, чтобы гасить ипотечный кредит. Это самая большая величина, получается. Идем дальше. Должны, должен рабочий, жена его и дети ездить в транспорте. Должны. Ну, скажем, на работу он должен приехать. Должен рваться назад. Если в Шимбае стоимость в проездском 30 рублей в один конец, 300 рублей в другой конец. 60 рублей умножаем на 5. Это в неделю. Это только до работы ехать. 300 рублей умножаем на... Вот я нашел эту цифру. 31 132 рубля в месяц. Это вот как раз. Чтобы рассчитаться за 25 лет квартиры. Это только за квартиры. Идем дальше. Самые простые, скажем, понятные вещи. Стоимость проезда. Должны ли люди ездить? Или должны ходить пешком на работу? Вот он должен приехать. Закладываем, берем стоимость проезда в общественном транспорте. Туда, обратно. Умножаем на количество дней. Рабочие должны ездить. Дети должны ездить в школу. В выходные, за город, например, и так далее. И выходим на определенную сумму. И так по каждому. Одесса должна быть? Должна быть. В квартире должна быть мебель. Холодильник должен быть? По требованию современного буржуазного общества должен быть холодильник. Телевизор, стиральная машина. Мобильные телефоны должны быть? Или это роскошь? Наверное, это сейчас неизбежно. Необходимая вещь. И так далее, и тому подобное. И вот все эти, стоимость всех этих средств существования, для нормального, повторяю, существования рабочего, заложена в расчете стоимости рабочих сил. То есть ничего сверхъестественного нет? Нет. Слушатели наши могут посмотреть, и с какими-то моментами, наверное, можно поспорить. Например, какая, я еще раз повторяю. Мобильные телефоны должны быть час у каждого. Вопрос какой марки? И сколько они будут стоить? 10 тысяч, 5 тысяч, или 20? Пожалуйста, здесь можно поспорить. Но поверьте, вот эта сумма, где больше 200 тысяч, она не поколеблется. Из-за того, что какие-то частности будут изменены. Или какая марка холодильника? Должен быть холодильник сейчас в семье? Обязательно. Стиральная машина обязательно должна быть? Обязательно. Ну вот, не возвращаясь к тому спору, который был много лет назад, когда руководство морского корпуса Санкт-Петербурга пригласило тоже разного профессора. Ведь она не смогла, там женщина была, поколебать вот эти принципиальные моменты. Ну, выступила. Скажем, в расчет стоимости рабочей силы заложен необходимость раз в год рабочей. Со семьей должен съесть теплые крылья. Это нормальное существование сейчас, по меркам 21 века? Нормально. Пожалуйста, это стоимость заложена. Так вот, это профессор стал говорить, нет, не нужно ездить. Значит, что? Генеральный директор, собственник, может и должен ездить. А рабочая что-то это, лопату в руки, вперед копать грядки? Нет. Даже по меркам буржуазного общего, нормального существования предполагают, что раз в год надо съездить к морю с всей семьей отдохнуть. Так ли? Ну, вот, такие дела. Значит, что касается стоимости рабочей силы. То есть, повторяю, стоимость рабочей силы – это стоимость средств существования рабочему и его семьи нормальных условий буржуазного общества. Это первое. Ну, что такое заработная плата? Мы уже говорили вначале. Это лишь денежное выражение. Денежное выражение – стоимость рабочей силы. И она сейчас, она колеблется, она всегда не обязана равняться стоимости рабочей силы. Она отражает листую ситуацию, когда сталкиваются две силы. На одной стороне капитал, на другой стороне рабочий класс. Вот как вот они. Часть силы, так сказать, возьмет, часть сторона возьмет. Ну, можно сказать, победитель. То есть, у нас сейчас заработная плата в разы ниже стоимости рабочей силы. Это факт. Ну, понятно, что если расчет стоимости рабочей силы, ну, с учетом налога на доходы физических, 250 тысяч рублей на одного. Работающего. Нет, на семью. На семью. На семью, так. При одном работающем. При одном работающем. Заработная плата должна быть такая при двух. Будет несколько меньше. 156. 156,8 тысяч рублей. То можем сравнить, во сколько у нас заработная плата работника в Ушенбае меньше. Значит, стоимости средств существования для нормального существования. Для нормальной жизни. Ну, вот у работника скорой помощи на ставку, то есть, это считается, ставка, это нормальная, да, работа на ставку, не больше без подработок. 25 тысяч рублей. То есть, в пересчете на 150 тысяч, это в 6 раз. Вот 6 раз. В принципе, такая ситуация по всей России. Значит, идем дальше. Как быть в этой ситуации? Ну, добровольные капиталисты повысят зарплату до уровней стоимости рабочей силы. У них цель-то какая-то прибыли получать. А здесь, что получается? Чем меньше прибыли, то есть, тем больше зарплаты, тем меньше прибыли. Поэтому они будут на смерть стоять. Что можно противопоставить? Только одно. Коллективное действие. Коллективное действие. Герой-одиночка здесь ничего не сделан. Коллективное действие. И какие здесь возможны варианты? Ну, во-первых, я приведу пример. Вообще, по России есть такие примеры, когда зарплата либо равняется стоимость рабочей силы в каких-то отраслях, каких-то специальностях, на каких-то производствах, либо приближается. Есть, конечно. Конечно, есть примеры. Пожалуйста, я недавно общался с профсоюзом докеров в Санкт-Петербурге. Первый контейнерный терминал. По результатам прошлого года заработная плата докеров достигла 100 тысяч рублей. Почему? Потому что они уже много лет проводят коллективные действия. Бочный профсоюз. Заключают коллективные договоры. Не составляют. Подталкивают капиталистов. Я возьму профсоюз авиадиспетчеров. То есть, у авиадиспетчеров заработная плата. В зависимости от региона, там тоже объемы работы, напряженность. Есть Шереметьевый аэропорт, есть какие-то маленькие. От 100 до 200 тысяч рублей в месяц. Плюс, обращая внимание, у них продолжительность рабочей недели 36 часов. Это тоже они добились своими коллективными действиями. То есть, каким образом? Здесь два варианта. Ну, первый, больше того, теоретический, но он возможен с точки зрения экономики. Три года назад мы делали расчет для докеров Новороссийского морского торгового порта. У них был вопрос, насколько вот можем экономически потребовать от капиталиста, от собственника порта, повысить заработную плату. И что получилось? Значит, средняя заработная плата была у них где-то порядка 30 тысяч. Это было выше, чем в среднем по Новороссийскому и выше, чем по России. И у них капиталист у них был гордый, что он такой щедрый для своих рабочих. И что получалось? Что такие колоссальные прибыли, получал владелец Новороссийского морского торгового порта, что даже разовое повышение заработной платы докров в 4 раза, было 50 тысяч, а в 4 раза, если бы она стала 200 тысяч рублей, а по тем временам это был уровень стоимости рабочей силы, то рентабельность этого порта, этого предприятия уменьшилась и стало бы всего 41%. Это при том, что по России 10% это счастье для многих капиталистов. То есть о чем говорит? Что есть предприятия, высокопроизводительные и эффективные с точки зрения капиталистической эффективности, которые обеспечивают такую, ну рабочие обеспечивают доказательство, такую прибыль, которую разово могла бы довести, ну в случае, скажем, каких-то коллективных действий, требования рабочих, что капиталист без того, чтобы принести себе большой убыток, мог разово это сделать. Ну пускай это и исключения какие-то. А общая ситуация такая, что поэтапно требует доведения заработной платы до уровня стоимости рабочей силы. Вот один из таких ярких примеров, это борьба докторов Владивостокского морского торгового порта, которые в 2014 году заключили договор, где есть два пункта. Да, и мы немного отличаемся, это связанные проблемы. Есть такое бедствие, которое представляет стихийно, инфляция. Она же каждое время, каждый день, каждый год у нас идет. Что такое инфляция? Это повышение цен на все товары, кроме товара, рабочая сила. Вот в прошлом году официальная инфляция у нас превысила 8%. Что это означает? Это означает, что реальное содержание вот этой денежной заработной платы настолько прохудилось. То есть меньше товаров может, так сказать, работник купить, трудящийся, рабочий. На этом все заработные платы. Поэтому первое требование, это полностью индексировать инфляцию, то есть рост цен. Товарищи, разговор идет о 134-й статье Трудового кодекса Российской Федерации. В том числе. Ну, вот конкретный пример по докерам Владивостокского морского торгового порта. Им удалось добиться и заключить коллективный договор с администрацией, где было два пункта. Первый пункт. Работодатель обязывался полностью индексировать рост цен на потребительские товары. И второй пункт. Сверх этого увеличивать заработную плату еще на 5%. То есть вот это пример того, когда рабочие добились. Что реальное содержание заработной платы повышается. Это как раз содержание 134-й статьи. Один в один. Совершенно верно. И в итоге не только индексируется этот рост цен на инфляцию, но и еще наполняется, еще повышается заработная плата. И идет процесс продвижения заработной платы к стоимости рабочей силы. Вот это очень конкретный пример. Что касается расчета по стоимости рабочей силы Ишимбая, любой может посмотреть. И поскольку это уже не первый, не единственный расчет, потому что много лет делают и рабочие, и инженеры в разных городах, по разным специальностям, принцип подхода уже устоялся. Твердый уже тяжело поколебать. Можно в каких-то частностях, но, так сказать, немного изменится вот эта сумма стоимости рабочей силы. Поэтому вопрос только один. Коллективными действиями добиваться того от администрации, от так называемых работодателей, и заставлять их предпринимать такие действия, чтобы повышать заработную плату и приближать их к стоимости рабочей силы. Товарищи, надеюсь, стало более понятно, откуда эти берутся расчеты. Еще раз говорю, что данные расчеты мы прикрепим к этому ролику. Я планирую создать еще несколько роликов для объяснения еще, в том числе, чем обоснованы требования работников скорой помощи, водителей и фельдшеров о повышении заработной платы. Но сейчас конкретно поговорили о стоимости рабочей силы, и что это не одно и то же, с нашими современными зарплатами. Спасибо большое, Виктор Иванович, за объяснение. Ну и успехов в борьбе, товарищи, в Ишимбае, всему городу Ишимбае. Ну и будьте здоровы, а пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.